Дело Моры Мюррей, улыбчивой студентки из Массачусетса, которая загадочно исчезла в один из февральских вечеров 2004 года, стало поистине культовым в США и далеко за его пределами. Люди активно делятся своими догадками, журналисты пишут книги и снимают документальные фильмы о деле Мюррей в поисках ответов. Мора Мюррей родилась 4 мая 1982 года в городе Хансон, штат Массачусетс. Мора была четвертым ребенком в семье, у нее был старший брат Фред, две старших сестры, Кейтлин и Джули, и младший брат Курт. Среднестатистическая семья, родители Лори и Фредерик, католические ирландцы. Когда Море было 6 лет, родители приняли решение развестись. После этого она в основном проживала с матерью. Хотя с отцом девушка сохранила теплые дружеские отношения и регулярно виделась. В школе у нее было много друзей, девушка была очень активной и серьезно занималась атлетикой. Впоследствии занятия спортом помогут ей при поступлении в военную академию США для изучения химинженерия. В этой же академии училась ее сестра, поэтому выбор пал конкретно на нее. Однако проучиться ей там предстояло всего один семестр, вплоть до одного неприятного инцидента. Мора украла какую-то косметику, суммой до 5 долларов, что не является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела, но она нарушила кодекс чести академии и вынуждена была перевестись в университет Амхерст. В университете она училась на медсестру. В общей сложности в течение этого семестра в военной академии ее привлекали семь раз к общению с дисциплинарной комиссией. На этом правонарушения девушки не заканчиваются. В ноябре 2003 года Мора была задержана уже в новом университете в связи с использованием краденой кредитки. Девушка заказала еду к себе в комнату в кампус и на этом попалась. Якобы Мора нашла то ли саму карту, то ли чек с номером. Использование кредитки Море сошло с рук и дело не стали заводить. С тех пор девушка проблем с законом не имела. Как минимум, нам об этом неизвестно. Мора просто получила предупреждение от дисциплинарной комиссии, в котором говорилось, что она на испытательном сроке в течение трех следующих месяцев. Мюррей продолжила обучение и подрабатывала на посте охраны в кампусе. Грубо говоря, девушка просто занималась проверкой пропусков на одном из входов в кампус. 5 февраля, когда Мора находилась на рабочем месте, у нее состоялся не самый приятный разговор с сестрой Кейтлин. Они обсуждали проблемы в личной жизни сестры. Есть информация, что сестра лечилась от алкоголизма и наркозависимости в специализированном реабилитационном центре. В этот день жених Кейтлин, сестры Моры, забрал ее из центра на своем авто. И первую остановку, которую он сделал по пути домой, был ликор-стор, магазин, который продает исключительно спиртное. Девушка тут же сорвалась и заново начала употреблять спиртное. После разговора Мора потеряла контроль над своими эмоциями и разрыдалась. Истерика была настолько сильной, что девушку не получалось успокоить, и работники кампуса вызвали супервайзера девушки. Супервайзер выступает в роли наставника, который может являться и преподавателем в университете, но основная функция – помощь и поддержка студента в учебных и бытовых вопросах. Прибыв на место, супервайзер обнаружила Мору в странном состоянии, девушка смотрела в одну точку и вообще не реагировала на вопросы. В итоге было принято решение отвезти девушку в ее комнату. Мюррей убедила куратора, что ее соседка будет с минуты на минуту, и что она не останется одна, и отправила супервайзера, уверив, что с ней все будет хорошо. Девушка соврала, она проживала одна, и никакой соседки не существовало в принципе. Позже супервайзер очень жалела, что оставила девушку одну и ушла. Это была их последняя встреча. В субботу, 7 февраля 2004 года Мора видится с отцом. Для них дело обычное, после развода родителей они сохранили прекрасные отношения и виделись раз в неделю, или раз в две недели. Отец обычно останавливался в мотеле неподалеку от университета Амхерст, и они обедали вместе, ездили на шопинг. Тогда они ездили выбирать новую машину для девушки, но покупку так и не совершили. В этот раз на ужине с отцом девушка была со своей подругой и после ужина все трое отправились в ликор-стор, специализированный магазин, где можно купить спиртное. Дело в том, что в США действует строгое законодательство в отношении торговли спиртным. Алкоголь, кроме пива и иногда вина, можно купить исключительно в ликор-стор. Забавно, но пиво можно купить даже в аптеках фармаси, как и чипсы, содовую, салаты и сендвичи, сладости и даже книги. Кстати, о вечеринке практически ничего не известно. Никто никого не спрашивал. Известны только имена подруг Моры, Кэти и Сара. Все девушки позже утверждали, что не помнят, кто и что было на вечеринке. Была ли вечеринка, до сих пор не ясно. Итак, почему это важно? Мора, скорее всего, будучи нетрезвой, разбивает новенькую Тойота отца. Благо девушка не пострадала, но машина в ходе разбирательств пошла под списание. Очень странная цепочка событий, покупка алкоголя, отец отпускает девушек на новой машине, про вечеринку ничего не известно. По-моему, очевидно, что это крайне опасно. Почему отец не отвез и не забрал девушек, для меня до сих пор загадка. Далее Фред и его дочь проворачивают какую-то аферу, Мору не наказывают и страховая компенсирует стоимость авто. Прибывая в полном расстройстве, Мора звонит своему молодому человеку Билли с мобильного телефона отца. Парень пытался ее успокоить, но девушка была действительно расстроена и достаточно пьяна. Кстати, примечательно, что у Моры нет своего телефона, для 2004 года дело абсолютно нормальное. Девушка пользовалась предоплаченными картами для телефона-автомата, и связь они держали таким вот образом. Родители Билли позже рассказали, что подарили ей на Рождество одну из таких карт, чтобы можно было держать связь с девушкой. Хотя некоторые говорят, что телефон был. То ли он появился недавно в жизни девушки, то ли она просто пользовалась голосовой почтой. После аварии, рано утром, Фред отвозит свою дочь в кампус. Это последний раз, когда он ее видит. Последние часы в кампусе. Мора совершает поиск со своего компьютера. Девушка ищет дорогу в города Бёрлингтон и Бёркшир, Вермонт. Далее она пытается забронировать домик в Бартланде, Ньюхемпшир, в котором они останавливались за несколько лет до этого всей семьей. К сожалению, домик забронировать не удается. Далее девушка пытается дозвониться до других гостиниц, ей не удается. Все это находится в районе Вайт Маунтин, карты и путеводитель которого позже найдут в вещах Моры. Девушка пишет письмо Билли о том, что не хочет ни с кем разговаривать и что обязательно с ним свяжется позже, когда будет чувствовать себя лучше. Далее поведение девушки не поддается никакой логике. Мюрри пишет письмо своему супервайзеру о том, что кто-то из ее родных умер и ей нужно уехать на неделю. Более того, девушка разослала письма и всем своим преподавателям с той же информацией. Девушка пакует все свои вещи по коробкам, оставляет всего одну коробку и прикрепляет к ней одно из писем Билли о его изменах, что тоже весьма странно. Письму на тот момент было уже полгода и остальные люди ничего не подозревали о проблемах в отношениях молодых людей. Мюррей, как это обычно бывает, никто не догадывался о том, что происходит на самом деле. Следом девушка отправляется в банкомат, снимает 280 долларов, что достаточно серьезная сумма по тем временам, да и сейчас немаленькая. Мюррей оставляет порядка 16 долларов на своем счету, скорее всего она сняла не всю сумму, чтобы счет не закрыли. Она покупает крепкий алкоголь и ящик вина в специализированном магазине суммой 40 долларов. Записи банкомата – последние известные кадры Моры. Последний раз Мору видит водитель автобуса Буч на пригородной дороге. Девушка опять попала в аварию, просто съехала в кювет. Водитель предложил помочь и вызвать полицию, но девушка уверяет, что уже вызвала полицию и умоляет им не звонить. По показаниям водителя, Мора была в полной панике и, возможно, была пьяна, но в аварии не пострадала. Кстати, Буч, как местный житель, знал, что на этом участке дороги нет связи и по приезду домой сразу же набрал 911. Кстати, полиция позже проверяла Буч на причастность к пропаже Мюррей, но его участие так и не было доказано. И сам факт того, что водитель немедленно сообщил об аварии в полицию, снимает с него все подозрения. Была еще некая женщина, которая стала свидетелем аварии и сразу же позвонила в полицию. По ее показаниям, за рулем был мужчина, но позже она не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, так как ее дом находился на достаточно большом расстоянии от дороги. «Имя этой женщины мне не удалось обнаружить». Полиция прибыла на место не так быстро и обнаружила машину пустой. «Девушки нигде рядом нет». «Что они находят в авто?» «Открытую коробку вина, на переднем сидении пустую бутылку колы со следами красной жидкости. Следы были на полу сидений и потолке. Очевидно, что Мора перелила вино в бутылку из-под колы и употребляла алкоголь в ходе вождения. А когда девушка выехала в сугроб на обочине, вино разлилось по всему салону авто. Что думает полиция? Классический случай, когда человек, будучи нетрезв, попадает в аварию и сбегает с места, чтобы скрыть факт употребления спиртного. Потом водитель появляется через день или два, когда ничего доказать не удастся. Поэтому они и не объявляют в розыск и просто ждут появления виновницы аварии. Интересно, что полиция не нашла бутылок с крепким алкоголем в машине девушки, но все свои вещи она оставила на месте. Даже косметику и свою любимую игрушку, которую везде брала с собой. А алкоголя было немало. Три бутылки крепкого алкоголя и одна бутылка ликера. В салоне не было ее телефона, дебетовой карты и кредитки. Телефон и карты девушки более никогда не использовались. Версии. 1. Самоубийство. Семья полностью отрицает эту версию. Девушка собиралась замуж, получала образование, и все у нее было отлично. На всех фото девушка улыбается, но стоит помнить, что они всегда улыбаются, и очень часто это крайне неуместно. Улыбка – это просто типичное состояние для американца. Если бы она свела счеты с жизнью, то ее тело нашли бы рано или поздно. Лес, возле которого девушка попала в аварию, прочесали несколько раз. Позже территорию обыскивали неоднократно сотни волонтеров, но абсолютно ничего не было найдено. Ничего. 2. Побег. У девушки было много проблем – две аварии, проблемы с алкоголем. Скорее всего, она могла сбежать на время, чтобы не попасть в очередную неприятную историю в университете. Тренер Моры по бегу, с которым у них была краткосрочная связь, уверяет, что девушка неоднократно говорила ему о побеге, о желании избежать и усталости от текущего положения. Есть даже версия о том, что Фред, отец девушки, помог ей сбежать и знает, где находится девушка. Версия немного нелогичная, так как вся семья страдает больше 15 лет и теряется в догадках о том, что произошло. Было несколько человек, которые заявляли, что видели девушку в Канаде. Хотя, как известно, такие сообщения обычно не приводят к чему-либо. Люди либо принимают одного человека за другого, либо просто хотят быть причастны к какой-то громкой истории. Вообще, это довольно сложно – опознать человека, которого ты никогда не видел вживую. Третье. Похищение. Вероятнее всего, девушку мог кто-то подобрать и увести в неизвестном направлении, или даже похитить насильно. Девушка была физически сильной, но похититель мог быть не один. Об этом нам ничего не известно. В день исчезновения девушку видели в пяти милях от места аварии. Она шла вдоль дороги. Нет никаких доказательств, была ли это Мора, но девушка была также одета и соответствовала описанию. Несколькими месяцами позже в этом же районе пропала уже другая девушка. Она была того же возраста, и обстоятельства ее исчезновения подозрительно похожи на дело Мюрей. Девушка угодила в аварию, ее авто нашли на месте, но ее нигде не было. Ее так и не нашли. А вы как думаете, что случилось с Мюрей? Где ее искать? И получат ли ее родные ответы на свои вопросы? Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...